Встречалась с одноклассниками некоторыми спустя 20 лет. Там так или иначе шла эта витиеватая история про спецоперацию. Ну и я в открытую спросила у одного одноклассника, ну и что, поддерживаешь? Ну и понеслось. Я его, правда, остановила и сказала, так, так, подожди, вот давай ты сейчас мне, если про 8 лет Донбасса захочешь начать говорить, то не надо, вот сразу давай остановимся здесь. Но да, в целом там примерно такие были доводы. Но даже вот у них я увидела, конечно, страх и, конечно, усталость. Ну, все устали, и даже вот те, которые говорят, что, блин, ну это нужно было, ну и там все вот это классическое, у нас не было выбора, мы дошли до точки невозврата, вот это все классика. Все равно в этом во всем видно, что люди устали, и они бы, конечно, уже хотели, чтобы это закончилось. Наверное, есть какое-то ощущение, вот это вот такое тотальное разочарование. Да, во всем и во всех, во всем мире. Ну, короче, ну все мудаки. Вот это вот ощущение, что все мудаки и все всех наебали, а люди, как всегда, остались мясом и материалом со всех сторон. Никто никому не нужен, непонятно, что нужно власти, и вот есть ощущение такого большого разочарования во всем. Ну, это все такая большая как бы партия. Она играется и играется, и, похоже, сценаристы у этой партии, у этого сериала, назовем это так, они уже тоже так подисписались со всех сторон. То есть тоже уже непонятно, поворотов нет, ходов нет. И это уже становится, ну, таким занудным, плохим кино, в котором, да, абсолютно нигде никакой человек не нужен. И оно все больше усиливается, и поэтому, может быть, какие-то процессы переключаются в тусовки, там вот наши независимые театры, танцы, кино. Но те, кто остаются, они все больше как раз-таки переключаются на те процессы, которые они делали или которые они продолжают делать, вот с ориентацией там на значимость для людей, может быть, для подростков. И если переключиться на меня, ну, это сложно сейчас будет вопрос. Я не понимаю, во что я верю, чего я хочу в глобальном смысле. Поэтому у меня, в принципе, сейчас такой экзистенциальный пробел. Пока у меня есть большое желание говорить о важности человека человеку. Ну, вот этой какой-то связи между человеком и человеком. И я не согласна с тем, что искусство ничего не изменило, и что все это было напрасно, и какой ерундой мы все занимались, и вот это вот все. Я с этим вообще не согласна. Особенно мне нравится, когда какой-нибудь уважаемый мною Кирилл Серебренников, находясь в процессе постановки, там, параллельно двух-трех спектаклей, и почему-то не перестает этого делать, но пишет о том, что «Господи, зачем мы занимаемся искусством, если это все все равно вот так?» Вот эти вот несостыковки, они тоже бесят. Вот это вот все, что сыпалось и валилось со всех сторон. Ну, понятно, что как будто бы рационально ты от этого уходишь, но, конечно, оно где-то сидит в голове, оно сидит подсознательно. И сейчас я прямо стараюсь каждый раз к этому оборачиваться и говорить, что «Бля, нет, ребята, ну как бы вы там говорите все, что хотите, но вот у меня есть конкретные люди, и я хочу с ними конкретно там о чем-то разговаривать или что-то делать, и я буду это делать». О чем говорить? Ну, впрямую о войне или не впрямую? Мне кажется, главное запускать механизмы думания и мышления, то есть процессы критического отношения к чему-то и умение смотреть на разные ситуации под разными углами, способность анализировать и способность задавать вопросы. Мне кажется, что это вот какая-то, ну, для меня сейчас в моих работах одна из главных тем. Она всегда, наверное, была, сейчас просто обострилась. Ну и если ты можешь какой-то винтик здесь повернуть, значит, его нужно поворачивать. Ну и потом, чем больше адекватных людей останется, тем больше, наверное, есть шанс. 24 февраля и все вот эти первые месяцы казались, что у тебя выбили почву из-под ног. Но тут хотя бы можно было цепляться за то, что вот вы мутаки, что вы делаете, вы там фашисты, нацисты, что вы делаете, а вот есть некий мир. А тут оказалось, что вообще ничего нет. И ты понимаешь, что ты вообще ни на чем не стоишь. Если сначала казалось, что есть вот пространство, я не знаю, в 30 сантиметрах, на которых ты пытаешься удержаться, и куда-то ты сейчас выпрыгнешь, ты сейчас возьмешь и куда-то выпрыгнешь, уедешь, то сейчас и этого нет. И это очень классно, потому что ты понимаешь, ну, все вот есть как бы у себя я. И вот как бы с собой тут надо понять, вот как себя сохранить. Не в смысле физически, а в плане там не поддаться какому-то лицемерию или еще чему-то, или ради чего-то куда-то пойти, ради каких-то целей непонятных, вот это все, что сейчас, по-моему, легко сделать. Потому что все остальное, оно перестало существовать. Субтитры создавал DimaTorzok